Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл программы о нашем любимом городе Одинцово. И сегодня мы отправимся в одно из самых удивительных мест – Одинцовский историко-кроеведческий музей. Своё путешествие по Одинцову мы начинаем с историко-кроеведческого музея. 12 июня 1987 года тогда ещё исполком городского совета принял решение о его создании. Отправной точкой послужила статья в газете «Новые рубежи» под названием «Кроеведческой работе широкие горизонты» за подписью трёх краеведов – Морошкина, Шишкова и Пузатикова. В здание было выбрано историческое, постройка 19-го столетия, дом промышленника и меценаты Василия Якунчикова. Так памятник архитектуры стал ещё и хранителем истории Одинцовского края. Здравствуйте, Антон! Большое спасибо за приглашение! Здравствуйте, Мария! Добро пожаловать в Одинцовский музей! Экскурсию по экспозициям нам проведёт учёный-секретарь Антон Кузнецов. За последние несколько лет музей изменился. Был обновлён фасад, добавились экспонаты, появился зал современной техники. Но обо всём по порядку. Добрый день, уважаемые зрители Одинцовского телевидения! Мы рады приветствовать вас в стенах Одинцовского краеведческого музея. Это одно из немногих исторических зданий, которое сохранилось в Одинцово. Бывшая контора фабриканта, заводчика Якунчикова. Зданию больше 200 лет. Силами администрации городского поселения совсем недавно здесь произошла реконструкция здания, капитальный ремонт. И сейчас музей, который когда-то был общественным, стал муниципальным и активно развивается. То, что успели сделать за этот срок, мы с вами посмотрим. А сейчас мы находимся возле мемориального уголка краеведа, основателя Одинцовского краеведческого музея, Пузатикова Александра Андреевича. Мы начинаем всегда рассказ посетителям музея о человеке, который стоял у истоков нашего Одинцовского краеведения. Александра Андреевича Пузатикова называют старейшиной Одинцовских краеведов. Офицер запаса имел три высших образования, прошел всю войну, был контужен и почти 25 лет не снимал военную форму. После войны Александр Андреевич окончил педагогический институт и приступил к работе в 11-й школе, где преподавал рисование и черчение. Однако любимым делом было изучение истории Одинцовского района. Пузатиков составил первую краеведческую карту района. Ее можно увидеть в экспозиции музея. Члены клуба «Поиск», основанного Пузатиковым, работали в московских архивах, участвовали в экспедициях и походах, а результаты своей работы публиковали на страницах новых рубежей. Кроме того, сохранились рукописные книги краеведа. Они также хранятся в музее. Александр Андреевич сам создавал вот эти краеведческие книги, да, получается? Да, их много. Их очень много, да. Причем что-то там в нескольких экземплярах, прям вот, ну, ограниченное количество, несколько, да. Вот, видно, как-то это распространялось тоже между коллегами. А вот часть вот в единичном экземпляре есть. Вот музей, это здание. Который завода «Икунчик», да, 1880 год. Интересно, но факт. Первый краеведческий музей был открыт в 11-й гимназии, тогда еще школе, где преподавал Александр Пузатиков. Со временем материала накопилось так много, что потребовалось новое помещение. Так у краеведов появился первый этаж нынешнего здания, которое со временем полностью было передано музею. Более 500 экспонатов в дар музею передал сам Пузатиков. Своими работами поделился скульптор Алексей Хижняк, автор Одинцовского мемориала «Вечный огонь», а также известный художник госзнака Иван Дубасов. Иван Иванович Дубасов – наш знаменитый земляк. Неспроста ему посвящен целый уголок в зале индустриализации, в зале довоенной истории. Жил в Одинцово, буквально на соседней улице. И про него обычно говорят, что это первый советский миллионер. Дело в том, что Иван Иванович получил премию правительственной заря своих работ, и она была миллион рублей по тем временам. Известен массой работ. Это один из авторов герба государственного. Это автор советских денежных знаков. Как художник он эти эскизы рисовал. Сотрудничал с большим количеством журналов тематических, где его изобразительные работы, которые здесь есть, представлены. Ну, в такой стилистике, да, то есть некая сатира. На мой взгляд, очень интересные и качественные работы передают вот этот дух времени, вот эти 20-е, 30-е, 40-е годы. Вот эти политические какие-то процессы веяния, которые проходили. То, что представлено здесь на стенах и в витринах, это лишь малое-малое толико. В архивах музея большое количество, это все подлинные работы. То есть это вот тушью и акварелью выполнено. Большое количество его подлинных работ. Периодически они выставляются на художественных выставках. Но вот коллектив музея пришел к решению, что пора уже делать персональную выставку Дубасова, потому что люди должны видеть. Потому что коллекция совершенно шикарная. Выпускник императорского строгановского училища Иван Дубасов любил рисовать с детства. Карандаш его слушался, был податлив в руках, а мальчик очень талантлив. Тогда, по заданию Синода, будущим художникам нужно было написать иллюстрации к Евангелию. Как вы думаете, кто занял первое место? Одинцовец Иван Дубасов. Окончил строгановку со званием ученый-рисовальщик, а затем была Первая мировая война. Художник от Бога, так Дубасова называли еще в училище, рисовал для журналов «Пионер», «Лапоть», «Крестьянка». Его карандаш не дрожал в руках, выписывая шаржи на Сталина и Троцкого. А потом был конкурс на лучшую марку к пятилетию РСФСР. Иван Иванович создал мускулистого атлета в набедренной повязке с молотком и зубилом в руках. И снова первое место и приглашение работать на госзнак. К личности нашего талантливого земляка мы еще вернемся в одной из следующих передач. А пока двигаемся дальше по залам Одинцовского историко-краеведческого музея. Мы находимся в зале первого родного края. С этого зала обычно начинается экскурсия по музею. Здесь рассказывается о геологии, палеонтологии, природных богатствах нашего края. Размещена масса разноплановых естественно-научных коллекций, в том числе уникальных. Вот на этой витрине, как выражается наш экскурсовод Галина Михайловна, «Гости из космоса». Тоже частная коллекция вещества внеземного происхождения. Метеориты каменные, железные, изделия из них, тектиты, импакты и так далее. Коллекция минералогическая. Здесь, соответственно, экзотика. Ниже, в более серых тонах пастельных, это, соответственно, минералы и полезные ископаемые Одинцовского края. Палеонтологические находки. На почетном месте у нас размещена нога мамонта. То есть эта находка была сделана в начале 2000-х годов археологом Лазукиным в поселке Горки-10. Берег Москва-реки, размывается, и вот была сделана такая находка. Она находится здесь в музее. Фрагмент бивня мамонта молодого. Эта находка сделана в Подушкинском лесопарке. Пузатиковым непосредственно. И зуб тоже молодого мамонта в одном из оврагов Подушкинского лесопарка, где сейчас находится стартовая площадка лыжеройной трассы. Палеонтологическая коллекция разнообразных фасилий, то есть ископаемых организмов, окаменевших отпечатки или замещенные другим веществом. Это связано с историей региона и России. А вот на этой витрине именно с Одинцовским районом. Здесь юрская система представлена, каменноугольный карбон широко представлен, белый камень, известняк добывался в Одинцовском районе. И находки моренного происхождения, то есть то, что вымывается оврагами из смеси грунта и камня, которые сюда принесли ледники много тысяч лет назад. Уголок, который вызывает неизменный восторг у маленьких посетителей музея, это пушок и альмочка. Значит, соответственно, пара волков, самка-самец, ну, соответственно, пушок и альмочка. То есть этот уголок вообще расскажет нам о природе нашего леса подмосковного. Здесь его характерные представители изображены в виде макетов и какие-то следы их жизнедеятельности. Там, погорыз бобра, там, белка объела шишку и так далее. То есть они пронумерованы, и можно детям объяснять, что, допустим, вот этот экспонат, где вот палка вертикальна, да, со шкурой такой вот созданной, да, это вот здесь тоже подушкинский лесопарк. Три года назад это объел лось. То есть лося мы здесь никогда не видели вживую, но то, что он здесь бывал, однозначно нам говорят вот эти следы. Можно заглянуть в дупло дятла, да, посмотреть, как оно устроено. Уникальный экспонат, редкий, далеко не в каждом, естественно, научном музее присутствует. Это тоже дупло дятла, которое занял поползень. Поползень птичка маленькая, она лишняя, значит, глиной заделывает литок. И лишний объем дупла заполняет чешуйками сосны. И там живет. Разные птичьи гнезда, беличьи коконы, мышиные коконы. Это тоже следы, которые мы находим в природе, и которые нам говорят о том, какие здесь живут живые существа, чем они полезны, чем интересны. То есть у каждой птички, у каждого вида совершенно свое отдельное гнездышко из отдельных каких-то материалов, которые даже иногда не повторяются. Все это собиралось, опять-таки, краеведами, юными натуралистами на базе станций юных туристов, которая у Одинцова была. Сейчас филиал Одинцовского центра эстетического воспитания. И в былые годы я там работал, там с сотрудниками собираюсь, в том числе, вот эти коллекции. Они там представлялись на выставках. И сейчас это поистине уникальная коллекция. Она представлена в Одинцовском карьерическом музее. Совсем недавно в Одинцовском музее появилась экспозиция съемочной техники. Это фото и видеоаппараты, печатные машинки и фильмопроектор. Ностальгия по тем годам, когда гаджетов не было и в помине. В нашем музее постоянно действует политехническая экспозиция. Достаточно обширная коллекция разных радиоприемников, фотоаппаратов, фотоувеличителей, кинопроекторов, часов, телевизоров, телефонов, счетной техники разновременной, начиная там опять-таки от 19 века, заканчивая современностью. Эта экспозиция вызывает тоже всегда интерес у посетителей, потому что более старшее поколение, которое приводит кого-то по младшему, начинает показывать, рассказывать, а вот у нас такое было, а вот мы таким пользовались, а у вас сейчас у каждого такой компьютер в кармане, а тогда мы вот на таких огромных машинах, например, считали. Очень интересная коллекция, она качественно пронатирована, подписана, то есть что это за объект, откуда он происходит. Неравнодушные люди, у нас коллектив есть, единомышленник, кто долгие годы это собирал, в том числе и я, и сейчас вот это выплеснулось уже в такую нормальную музейную экспозицию, потому что не должно это лежать под спудом, это должны вот видеть люди в музейных стенах. Все-таки это специализированная экспозиция, то есть она больше подходит... Да, поэтому она особняком стоит от основного исторического процесса по залам, она стоит несколько особняком, потому что она тематическая, но это имеет место быть именно в Краеведческом музее, потому что вот это отражение нашей вот этой технической истории, вот оно вот в этом небольшом зальчике вот так представлено. Военная история родного края, ее, Одинцовские Краеведы, члены клуба «Поиск» изучали особенно тщательно. В зале хранятся подлинные фронтовые письма, предметы вооружения, экипировки Красной Армии, на стене картина кисти Краеведа Пузатикова, посвященная битве за Москву. Военный зал, зал истории Московской битвы 1941 года, мы знаем, что эпохальные события, они под Москвой проходили в том числе на территории Одинцовского района современного. Московская битва, там, Звенегородское направление, под Кубинкой, вот этот последний рывок немцев остановили, вот уже здесь и погнали именно с этих рубежей. Каждый год мы отмечаем это событие, начало контрнаступления, и предметы в этих витринах, они нам рассказывают о этих событиях, этих маневрах, этих людях. Это штурвал и восстановленная приборная доска одного из самолетов, которые во время боевых действий потерпели крушение в небе Одинцовском, и тоже найдены поисковиками, поисковый лотарейт вымпел несколько лет назад, перендовал, с места обнаружения вот этих экспонатов. В зале советского быта создан интерьер, такой типичной квартиры советской, послевоенной. Здесь разные образцы мебели, бытовых предметов, книги представлены, в витринах тоже большие коллекции, но основные эмоции, конечно, у посетителей вызывают вот этот небольшой уголок. То есть я встаю со стула, выхожу, провожу экскурсию, окажется, что здесь вот только что был человек, это там бабушка в передничке, какой-то школьник Вася листал вот эти учебники, крутил вот этот глобус. Гера, книга, как развить силу, то есть многие предметы, они синхронны нам, то есть мы в своей жизни с ними еще общались, как-то застали их. Какие-то вещи были у наших бабушек, у наших родителей. Россия помнит своих солдат. Эта экспозиция посвящена одинцовцам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Таджикистане. Здесь часто проходят встречи, памятные вечера. Фотографии, письма, воспоминания о солдатах, жителях нашего города и района, не вернувшихся с поля боя. Зал памяти воинов-интернационалистов. Он логически завершает всю экспозицию музея. Здесь ведется рассказ о тех людях, наших земляках, которые во многих горячих точках уже нашего времени выполняли свой воинский долг и выполнили его с честью. Очень многие предметы в этих витринах, личные вещи, какие-то макеты вооружения, снаряжения, связанные с Афганистаном, Таджикистаном, Чечнёй, Египтом и многими другими горячими точками. Это из семейных архивов. Это привезено оттуда в качестве сувениров или в качестве какой-то памятной вещи. Книги, документы, фотографии, лица, лица, имена. У каждого своя судьба. И сюда проходят экскурсии и вспоминают своих земляков. Одинцовский историко-краеведческий музей открыт для посещения каждый день с перерывом на субботу и понедельник. А наша программа открыта для новых знакомств. С вами, уважаемые зрители. В следующей передаче мы побываем в гостях у Любови Ломоносовой, уроженки села Одинцова. Папа Любови Александровны, часовых дел мастер, служил на железной дороге. А дядя был одним из первых фотографов газеты «Новые рубежи». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!